И снова всем привет, уважаемые друзья! С вами, как всегда, Шуморо, и добро пожаловать на шоу по открытию кейсов Counter-Strike Global Offensive. И сегодня, как я и вам и обещал, у нас будет крафт Ак-47 Огненный Змей, но я решил сделать его необычным. Посмотрите на наше количество нов расцветающая ветка, они приготовлены как раз для этого, и на количество графитов. Сегодня мы будем делать с вами крафт Огненного Змея. Два раза, ребята, поэтому, черт подери, мне очень-очень предвкушен. Как говорится, надеюсь, вы тоже, ребята, вам спасибо за лайк, потратим. Эх, наши графитики, и посмотрим, что из этого выйдет, друзья. Поехали. Но сначала, перед тем, как мы это сделаем, я же еще приготовил для вас, друзья, Браво Кейсы. Посмотрим, повезет ли еще у нас в кейсах, черт подери. Хрен его знает, что нам ожидать в кейсах. Я знаю точно, что из гамма кейсов нам ничего не выпадет абсолютно. Ак-47 Невая Революция остается недоступной. Поэтому хрен его знает, ребята. Может быть, в Браво хоть как-то подвезет, как говорится. Давайте попробуем немножко. Давайте по очереди открывать Браво и по очереди открывать, соответственно, гамму. По два. Будем по два сегодня чередовать. Посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас два того, два того, и увидим, как у нас что получается, елки-палки. А у нас нихрена не получается, ребята. Новый нам падает в большом количестве, которые говняны. Ай-яй-яй-яй-яй, габенчик. Хотел чередовать, и уже третий Браво открываю. Ну, потому что хочется из Браво Драпецкого. Ну, хотя бы что-то, габен. Нет, он остается непреклонен, ребята. Габен остается абсолютно непреклонен, черт подери. Вы посмотрите, одна синька просто сегодня из кейсов сыпется. Ай-яй-яй-яй-яй. Габен, гейбунюшка, гейбашка. Что за хуйня происходит с тобой, чебурашка? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ребята. Ладно, давай-ка еще раз. Давай-ка еще раз попробуем. Блин, одна синька, хотя бы одну фелочку-то выдай. Хотя бы одну фелочку нам выдай. А ни одной фелочки он не выдает, к сожалению. А мы пытаемся двигаться дальше, друзья. Мы пытаемся двигаться в сторону хорошего дропа. Но хорошего дропа нет, и у нас последний шанс. Я уже на кейсы в стиме вообще не надеюсь, ребята. Как бы недавно нож упал, но это было недавно. И это прошло, черт подери. И теперь он вообще ничего не выдает, обратите внимание. Но давайте попробуем в контрактике обмена, что ли, что-то из этого получить, я не знаю. Здесь все-таки есть большое количество интересных пилюлечек, как говорится. Поэтому есть шанс что-то с вами получить, друзья. Ладно, давайте посмотрим. Поехали, Дюалберетто с причал. Чтобы ты не кричал, получи же причал. Так, ладно. А теперь мы будем крафтить. Мы будем крафтить с АВП графитов. Во второй слот пойдет первый крафт. Этих слотов я давно не выбивал, как говорится. Отсюда мы можем выбить дождь из пуль, либо АК-47 Ягуар. Но нам нужен не АК-47 Ягуар, ребята, а АК-47 Огненный Змей, черт подери. И это двойной крафт, ребята. Я ни разу не делал еще двойного крафта Огненного Змея, поэтому это будет интересно. АК-47. Поехали, АК-47 Огненный Змей, прошу тебя! Придож, тис, пуль выпадает нам в идеальном качестве, кстати говоря. Ладно, первый крафт прошел не очень, ребята. Теперь давайте сделаем первый слот АВП графит. Если у тебя бомбит, получай же АВП графит. Там у нас ESL-1 наклеечка, да, 2016. Кёльна 2016, по-моему, тоже. Но давайте вот этот пойдет. Этот пойдет в первый слот. Попробуем, блин, сделать еще раз, ребята. Я не знаю, может быть, я недостаточно сердец Габена нарисовал. Ну так хочется, чтобы он влетел, этот крафтик Габенчик. Ну что тебе так сложно, что ли, блин, сделать просто крафтик хороший. Чтобы все было хорошо, Габен, блин. Мы здесь графиты вливаем. Мы так стараемся скрафтить что-то интересное. Гибушка. Давайте даже жопу нарисуем. Может быть, ему не нравится то, что я жопу рисую. Большое количество жопа. Здесь типа сундук, короче, с сокровищами. Это сундук с сокровищами. И там что-то лежит. Давайте проверим, как у нас это сработает. И сработает ли это у нас, друзья, блядь. Дождь из пуль, второй, ты чё? Не могу, блядь. Сколько можно? Сколько можно стараться? Стараться. Габен, гейбунечка, гейбашка. Охуевшая ты, чебурашка. Сколько можно стараться делать хорошие крафты, ребята. Вы видите, неблагодарный он вообще. Абсолютно неблагодарный, друзья. Не выдает он нам драпецки. Ай-яй-яшечки, ай-яй-яй. Габен, ну что ты делаешь? Ладно, давайте попробуем сделать розовую дичь. МП-9 воздушный шлюз. Вот это да. Вот это дичь. Ладно, ребята, опять полоса невезения продолжается. Но мы двигаемся дальше. Ёлки-палки, чё за хуйня? Не могу понять. Идём на сайт, поехали. Ну что ж, друзья, сегодня мы попадаем на EliteCase.net. И будем снова пытаться что-то выдернуть. Ох, как меня раздражает, ребята, то, что мы не можем сделать полноценный, хороший, дорогой крафт какой-то. Чё-то у нас пока не получается. Полоса идёт невезения? Ну, не знаю, блин. Я не знаю. Давайте сегодня поохотимся, наверное, на какой-нибудь скинчик. Что это пацан выбил? Пацан выбил 250 рублей. Посмотрите. Обозначается это не... Раньше был мешочек денег. Сейчас это обозначается просто пустым вот таким вот шариком, ребята. Пусто... Пусто... Нравится. Нравится. 642 рубля. Видимо, покоцанная у нас галактика выпадает. Давайте мы её заберём и поохотимся сегодня. Посмотрим, что на боте вообще есть. Какое количество у бота интересного, соответственно, имеется, друзья. Давайте проверим это. Это очень важно. На самом деле, если там что-то интересное есть, это будет меня радовать. Так, тут какие-то обмены. Кто-то мне рубин предлагает, который у меня есть. Это у меня тоже есть. Это у меня тоже есть. Такой коллекционный нож мне, друзья, не нужен. У меня в коллекции... Всё, что у меня в коллекции есть, я дублировать не собираюсь. Поэтому обменов я делать не буду. Всё, что я коллекционирую, по факту, мне рубины нужны керамбиты. То есть, поэтому предлагайте какой-то такой обмен. Керамбит, рубин, это да. Это будет интересно. Так, что у нас имеется, ребята, на боте? На боте у нас имеется... Да, на боте у нас... Ну, нет, есть ножи, есть эмочки, есть юспики в большом количестве. Есть деглы, которые, в принципе, всегда сюда заплужены. Есть М4-1С огонь. Чантико, который тоже не нужно. Можно в десерт игле поискать пищаль, конечно же. Можно поискать много чего разного. Так, здесь не... Акусики. Акусиков большое количество, огромное количество. АК просто я вижу. Посмотрите, и тут АК... Ой, есть хамелеоны. В тайном, скорее всего, будут выпадать. АВП тоже зафлужены. М-ки. Да, в принципе, всё зафлужено. Но АК-47 просто дохренище, ребята. АК-47 просто дохрена. Посмотрите на это количество. Гидропоника есть. Есть вулканов в большом количестве. Есть М4А4. Ага, есть, ребята, падение Икара. И Градиент Глачетский есть. Так, хорошо. И ножей огромное количество. Посмотрите, какое количество ножей. И Драгонлор прямо с завода тоже, ребята, лежит на боте. Блин, а вот это интересно. Вот это интересно как бы дрючку повыдрючивать-то. Ёлки-палки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ребята, что же будем делать мы? Давайте откроем тайное. Попробуем выдрючить. Главное, чтобы не хамелеон. Потом откроем глок. И посмотрим, что из этого получится. Чёрт подери. Это очень важный момент, ребята. Это очень надо, чтобы повезло с... Блядь, Крякин. Крякин вонючий, блин. Крякин мне не нужен. Давайте попробуем вскрыть Глачетский. Может быть, всё-таки у нас получится выдрать Градиент. Ну нет, скорее всего, большое количество говнеца нам повыпадает с Глачетских и прочего. Поэтому я не думаю, что с Глока может повезти. Но выпадает дух воды. Кстати, 164 рубля пускай будет. Давайте ещё раз попробуем. Там вон кому-то хамелеоны уходят. Но хамелеоны, скорее всего, ребята, продают. Потому что... Ну я вот не забираю хамелеоны вообще. Но это полное говно. Пустынный повстанец нам выпадает. Отлично. Пустынный повстанец нам выпадает. Теперь давайте. Кстати говоря, друзья, я же выдрючивал для вас промокодик, ребята. Я же выдрючивал для вас промокодик, который, соответственно, имеется. Вы, ребята, любите эту фигню. Я не знаю, насколько вам это нравится. Но ребята постоянно просят у меня промокод. Ну вот, пожалуйста. Свеженький промокод на 10 рублей на 10 тысяч открытий. И я не сделал самого главного. Самое главное это ежедневный бонус. Ежедневный бонус 10 рублей. И бесплатный кейс, в котором можно вскрыть какую-то дичь. Чё, бесплатный кейс один раз в 24 часа. Минимум я это уже сделал. Вывести нельзя. Почему-то он у меня не работает сейчас. Чёрт подери. В чём дело? Хрен... А вон открывал... У меня уже было такое. У меня уже было такое, ребята. У меня уже было такое. Мой, блин, бесплатный кейс опять куда-то пропадает. Ай-яй-яй-яй-яй. Драгонлор всё или ничего. Давайте в алмазный войдём. Давай. Я чё, баланс выиграл? Я в еженедельном выиграл баланс, что ли? Я не понял. Почему у меня увеличилась пипирка? Писос, ребята. Это когда, как у вас, вот вы пишите, что у вас писос увеличивается. А когда вы, соответственно, открываете... Ой, открываете, ставите лайк и... Чёрт подери. И у меня писос, видимо, вырос. Ребята, как-то... Чё за херня? Я реально чё-то выбил там. Но ничего в ленте дропа не показано. Лоу! Опять баганул сайт каким-то образом. Не знаю, может быть, вы заметили. Или на записи расскажете мне, как это происходит вообще. Драгонлор всё или ничего? Нет, ребята. Жирно будет. Мне нужно как-то отдолбить то, что я проигрываю сейчас в контрактах. Это очень неприятный момент, который происходит у нас в контрактах. Поэтому я лучше как-то постараюсь отдолбить. Выпадает синий кварц. Говно здесь, ничего нет. Давайте по-тайному ещё потыкаем. Просто потыкаем несколько раз по-тайному. Если там пацан выбивал хамелеон, возможно, он его забрал. У нас будет минус один хамелеон. И, соответственно, я смогу с тайного что-то открыть. Кого-то юспики падают, ребята. Мне вот скоростной зверь выпадает. Давайте ещё раз. Чёрт подери. Баланс-то копится. Баланс-то вертится. Посмотрите. Юсп. А скоростной зверь. Мне интересно. Вот с трёх открытий тайного. Что я получу, друзья? Нихуя себе. Подождите. Я одну и ту же пушку выбиваю. Баланс, смотрите. Баланс повышается. Ёпта, бля. Подождите. Баланс растёт просто наверх, ребята. Три раза открываю тайны. Да ну нахуй! Ещё раз. Да ну нахуй! Четыре раза в плюс! Да ну нахуй, блядь! Оп. Щелкунчик. Маленький везунчик. Ещё раз давай. Давай, главное, чтобы везло так же. Главное несли сейчас всю эту сумму, ребята. Вот это я понимаю. Сейчас поймаем волну. Сейчас выбьем что-нибудь очень-очень реально дорогое. Три раза в плюс. Так, два раза в минус. Идём дальше. Вот это рандом. Вот это рулетка крутится. Ребята, посмотри. Опять кто-то юзб выбивает. Кому-то там везёт на выбивание юзбов. Обратите внимание. Три раза в минус. Три раза в плюс. Три раза в минус. Мне просто интересно, ребята, подрюкать вот это. Это реально очень и очень интересно. Ну? Ну? Четыре раза в минус. Давай дальше. Давай сливать это всё. Уже слил, ребята. Надо было забирать. Ай-яй-яй. Люблю я риски, блин. Чёрт подери. Люблю я эти риски. Азимов, вот это я возьму. Вот это я уже возьму. Продавать не буду. Акусик давайте вскроем. Давайте вскроем акусик. Посмотрим, что у нас с акуликой есть. Чёрт подери. Давай мне акулик хороший мой. Гидропоника. Два раза в плюс. После пяти раз в минус у меня два раза в плюс получилось, да? А теперь, 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 теперь. А теперь нахуй делаем гидропонику. я оставлю это оставлю а теперь делаем грязь давайте грязно блять давай мне огромный плюс 4000 поставлено огромный плюс мне дай нож суперский какой-нибудь мега убер нас зуб тигра за 5000 блять просто вровень практически за 4000 открыл а зуб тигра получил как говорится ребята вот то фак все я абсолютно доволен забираю гидропонику и зуб тигра ребята гидропонику и несмотря на то что было столько подряд минусов не ну и были плюсы очень довольны такие хорошие мне кажется это в тему мне кажется это в тему такого зуба тигра у меня еще нет главное чтобы он был прямо с завода ребята поиграли так поиграли блин черт подери я думал сейчас будет все жопа но не нормально нормально поперла в принципе самого начала практически там минусов было конечно много хорошо что я соответственно не сделал этого раньше как говорится дорогие друзья хорошо что я не ушел скажем так иногда лучше надо уходить черт подери лучше уйти так давай посмотрим какой какой прямо завода ребята прямо завода ёпта на вот это да теперь забираем ак 47 гидропоника но на 1000 рублей получается у меня плюсовой нож я в принципе не самый дорогой конечно мне падали и получше но тем не менее это плюс и это радостно и в коллекции у меня как раз такого ножа сейчас вообще не имеется поэтому в принципе я абсолютно доволен друзья это лайка достойно нормально так порубились как говорится сейчас осмотрим все это дело в контр страйке и соответственно будем делать выводы насколько хороша это гидропоника сумеречная галактика гидропоника в говно в хлам просто раздрочено ребята гидропоника после полевых а зуб тигра прямо с завода очень красивый но много на нем полосочек много на нем полосочек не знаю мне кажется что лучше когда он почище неплохо неплохо ребята я считаю ну что ж друзья на этом мы закончим с вами был как всегда шумору спасибо вам огромное друзья за просмотр за ваши лайки как обычно пишите что там с писосом растет или уже уменьшается от лайков не знаю точно не я вам не скажу но вроде бы как все у нас плодотворно с этим а мы увидимся уже на новом видео предлагайте что открыть на следующий выпуск и предлагайте контракт может быть опять сделаем какой-то контракт и может быть с кого с чьей-то подачи нам повезет как чувствуете в общем с вами был шумору и мы увидимся на новом видосе всем пока друзья до новых встреч до новых встреч